Крайний север и Дальний Восток славятся разнообразием своих малочисленных народностей. К таким этносам относятся и нанайцы, что населяют земли в нижнем течении Амура, правые притоки Усури и Приморский край. Слово «нанай» состоит из двух частей. «На» переводится как «земля», и «най» обозначает «человек». Вместе название народности означает «земляной человек» или «человек земли». Традиционная одежда этого народа состоит из штанов, халата кимонообразной формы с запахом на правую сторону, невысокой обуви и ноговиц. В качестве головного убора мужчины носили берестяную шляпу конической формы из пропаренного куска бересты. Крепился узор на голове с помощью двух тесемок. Зимой носили меховую шапку. Обувь и одежду «нанайцы» изготавливали из волокон крапивы и конопли, рыбьей кожи, шкур животных. Для нарядной одежды использовали шелк и парчу. Повседневные вещи шили из простых тканей. Из всех хозяйственных занятий самым важным было рыболовство. У «нанайцев» были высокоспециализированные орудия для этого промысла. Охота раньше занимала одно из основных мест в хозяйстве, но к XIX веку уже не была столь значительной. Охотились ради мяса и меха. На копытных охотились с помощью ямы-ловушки, использовали самострелы. Для охоты на медведя делали петли из толстой шкуры лося и применяли копье-гиду. Нанайцы держали издовых собак, передвигались на берестяных дощатых и долбленых лодках, лыжах и санях-нартах. Развито было у народа кузнечное ремесло. Мужчины занимались обработкой кости, металла и дерева. Женщины вышивали, шили одежду и обувь, плели циновки и корзины. У «нанайцев» существует два типа поселений – сезонные и постоянные. При постройке жилища было важно расположить его неподалеку от источника воды, реки или озера. Наземное распространенное жилище – дом Хагдун. Стены для него изготавливали из жердей и тальника. Их обмазывали смесью из глины, шерстью или травой. Основная конструкция дома – это отопительная лежанка Накан. Именно по ней определялись размеры жилища. Накан был основным местом, где жили люди. Там они работали, ели и спали. Кухня «нанайцев» довольно специфичная, но сытная. Для приготовления блюд используют мясо, рыбу, крупы, бобовый и картофель, которые начали выращивать в конце XIX века. Из ягод в пищу употребляют голубику, клюкву и бруснику. Делают из них напитки и добавляют салаты. Из дрожжевого теста и теста, приготовленного из ягод черемухи, пекут лепешки. Рыбу сушат, вялят, жарят, варят, замораживают и едят в сыром виде. В XIX веке нанайцы научились коптить и засаливать рыбу. В сыром виде едят головы некоторых видов рыб. Основную часть тушек – сазанов, почки, печень, костный мозг крупных животных. Издавна традиционным верованием нанайцев был шаманизм. Они верили, что в тайге, на земле, на небе и в воде живут духи, влияющие на судьбы и жизни людей. Нанайцы изготавливали фигурки духов, которые играли важную роль в религиозных обрядах. Связующим между духом и людьми был шаман. Он лечил больных, предсказывал будущее и доставлял умерших в мир мертвых. У нанайцев – богатое и разнообразное устное народное творчество. Основные фольклорные жанры – мифологический рассказ или миф, легенда, предания, сказка, заимствованная других народов, волшебная сказка, сказка-миф, приговорки, скороговорки, загадки, шаманские песнопения, плачи. Очень развито у народа песенно-танцевальное искусство. У нанайцев существует много ансамблей, проводятся различные фестивали песни и танца. Нанайцы пользовались различными амулетами, чтобы уберечь себя от злых духов. Особое внимание уделялось беременным женщинам и новорожденным. Они носили специальные обереги. Существовал у народа культ огня. Дома каждый день кормили огонь очага, в тайге – огонь костра. Сегодня в Фриамурии можно увидеть этнические фестивали и народные гуляния, какие проводились и много веков назад. В наше время нанайцы не только гордятся своей историей, но и стараются узнать как можно больше о своем таинственном прошлом. Это неудивительно, ведь предки нанайского народа оставили нам немало загадок, что пока только предстоит разгадать. Сказки, которые я прочитаю, нанайцы рассказывают до сих пор, а слушают их и большие, и маленькие. Самый сильный Побежали зимой нанайские ребята на лед кататься. Сначала играли, катались, потом подрались. Один мальчик, намека, побил другого, курбу. Побил он курбу и стал хвастаться. Я самый сильный! Тут поскользнулся намека, упал и разбил себе затылок. Говорит ему курбу. Вот значит, ты не самый сильный, если лед побил тебя. Поклонись льду! Спросил намека лед. Эй, слушай, лед, есть ли кто-нибудь сильнее тебя? Есть, говорит лед, солнце сильнее меня. Как пригреет оно, я тает стану. Поклонись солнцу! Пошли мальчики к солнцу. Долго шли, наконец пришли. Говорит намека солнцу. Эй, солнце! Я побил курбу, лед побил меня. Ты растопишь лед, значит, ты сильнее нас. Пришел я тебе поклониться. Подумала, подумала солнце. Туча сильнее меня, говорит оно. Как закроет она меня, лучи мои сквозь нее не пройдут, и на земле станет холодно. Пошли мальчишки к туче. Забрались на самую высокую гору. Вокруг туман, сырость, холод. Пока до тучи добрались, промокли, ледяной коркой покрылись. Говорит намека тучи. Слушай, туча, я сильнее курбу, лед сильнее меня. Солнце сильнее льда. Ты сильнее солнца, значит, ты сильнее всех. Вот и пришел я к тебе поклониться. Не успела туча ответить, подул ветер. Загулял вокруг, засвистел, зашумел и рассеял тучу. Только сейчас холодно и сыро было, в двух шагах ничего не видно. И вдруг стало тепло, светло, засверкала радуга, солнышко засияло, и весь вся мур от верхов Евдолимана видно стало, как на ладони. Закричал тогда намека ветру. Слушай, ветер, я побил курбу, лед разбил мне затылок. Солнце растопило лед, туча закрыла солнце. Ты разогнал тучу, ты, значит, сильнее нас всех? Вот, кланяюсь я тебе. Поклонился намека, а курбу спрашивает у ветра. Сможешь ли ты сдвинуть с места гору? Стал ветер дуть, но сколько не надувал, он щеки, гора стояла, как прежде. Только песчинки с ее вершины слетели. Э-э-э, сказал намека, много же тебе времени нужно будет, чтобы гору передвинуть с места на место. Гора-то выходит сильнее тебя. Поклонились мальчики горе. Гора, гора, сказал тут намека, ты что ли сильнее всех на свете? Покряхтела гора, подумала. Нет, говорит, дерево сильнее меня. Оно растет на моей спине и своими корнями разрушает меня. Поклонился намека дереву. Эй, слушай, дерево, я побил курбу, лед побил меня. Солнце побило лед, туча побила солнце. Ветер побил тучу. Гора победила ветер, а ты побиваешь гору. Ты что ли сильнее всех? Зашумело листьями дерево. Да, я сильнее всех, говорит. Но это уж неправда, сказал в ответ намека. Взял в руки топор и срубил дерево. Тут все поклонились намеке. И гора, и ветер, и туча, и солнце, и лед. И с тех пор пошло считаться, что человек сильнее всех на свете. Медведь и лиса Бродил однажды медведь по тайге. Захотел он пить и отправился на маленькое озеро. Пришел к озеру, стал пить. Вдруг увидел карася и решил его поймать. Ловил, ловил, вымок весь, а карася так и не добыл. В это время прибежала на озеро лисица. Увидела медведя и спрашивает. Медведь, ты что тут делаешь, купаешься? Нет, лисичка, отвечает медведь, я не купаюсь. Увидел я в озерке карася и захотел его поймать. Помоги мне, лисичка, поймаем, пополам поделим. Хорошо, сказала лисица, ты выпей всю воду из озерка, а я схвачу карася, притащу сюда и мы его поделим. Медведь обрадовался и говорит, вот хорошо, как ты умно и ловко придумала. Начал медведь пить воду из озера, пьет да пьет. Воды в озере остается все меньше, а живот у медведя становится все больше и больше. Воды в озере совсем мало стало, вот уж и карася видно. А хитрая лисица тут как тут, прыгнула, схватила зубами карася, да и убежала. Рассердился медведь, но догнать обманщицу не смог, уж очень много воды выпил. Айога. Жила-была девочка, звали ее Айога. Все ее любили и говорили, что красивее никого нет, ни в одном стойбище. Загордилась Айога, стала часто любоваться собою. Глядит на себя, не наглядится. То в медный таз начищенный смотрится, то своим отражением в воде любуется. Некогда Айоге делом заниматься, все только любуется собой. Вот однажды говорит ей мать, принеси воды, дочка. Айога отвечает, боюсь в воду упасть, а ты за куст держись, руки поцарапаю. Рукавицы надень и зарвутся, говорит Айога, а сама все в медный таз смотрится, какая она красивая. Порвутся, так за шеей иголкой, иголка сломается. Возьми толстую иголку, палец уколю, наперсток из крепкой кожи возьми, наперсток порвется. Тут соседская девочка, говорит матери Айоги, давай я за водой схожу. Пошла и принесла воды. Замесила мать тесто, сделала лепешки, испекла их. Увидела Айога лепешки и кричит, дай мне лепешку, мама. Горячая она, руку обожжешь, отвечает мать. Рукавицы надену, рукавицы мокрые, я их на солнце высушу. Пока робятся, я их мялкой разомну. Руки заболят, отвечает мать. Зачем тебе, дочка, трудиться, красоту свою портить? Лучше я лепешку той девочке отдам, которая рук своих не жалеет. Взяла мать лепешку и отдала соседской девочке, которая сходила за водой. Рассердилась Айога, пошла на реку, села на берегу и смотрит на свое отражение в воде. А соседская девочка стоит рядом и лепешку жует. Потекли слюнки у Айоги, стала она на девочку поглядывать, шея у нее и вытянулась, стала длинная-длинная. Говорит девочка Айоге, возьми лепешку, мне не жалко. Рассердилась тут Айога, побелела вся от злости, зашипела, пальцы растопырила, замахала руками и руки в крылья превратились. «Не надо мне ничего! Го-го!» кричит. Не удержалась Айога на берегу, упала в воду и обратилась в гуся. «Плавая ты кричит! Ах, какая я красивая! Го-го-го! Ах, какая я красивая!» Плавала-плавала, пока говорить не разучилась. Все слова забыла, только имя свое не забыла, чтобы с кем-нибудь ее красавицу не спутали. Чуть людей завидит, кричит. Айога! Га-га! Га-га! Айога! Га-га! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...